итак мы начинаем всем привет меня зовут влад я уже лет восемь работаю как дотнет разработчик в энтерпрайзе и я так понимаю вы здесь все разработчики тоже много разработчиков поднимите руки ну почти да почти все потому что все таки тема такая специфичная для дотнета и не только но видимо очень интересная итак тема нашего доклада асинхронность от простого к сложному и о чем мы сегодня поговорим с первым чем поговорим это обзор асинхронных паттернов какие есть дотнете потом разберем самые базовые кейсы по работе стаб таскбейса синхрон паттерн ключевые моменты некоторые нетривиальные проблемы и как это устроено внутри то есть я думаю каждый для себя что-то возьмет будет и достаточно базовые вещи и достаточно продвинутые все что такое синхронность синхронность это выполнение программного кода которые не блокируют потоки выполнения во время ожидания что это означает что наш компьютер наш центральный процессор который выполняет код он взаимодействует с различными устройствами будь то диски и порты контроллеры датчики принтеры там и каждая и он они не висят на одной шине с центральным процессором следовательно нашей системе нужно дожидаться от них ответа но программа у нас работают многопоточно есть такое понятие но и физическое логический поток и во время когда мы ждем операцию ждем ответа от устройства мы должны что-то делать так вот что такое синхронность давайте для начала поймем что понять что такое синхронность вообще синхронная синхронная это код это немножко упрощение потому что синхронным асинхронным может быть работа с опять ввода вывода устройств которые не зависят от нашего cpu то есть будем ли будет ли поток висеть и чего-то ожидать или будет поток делать какую-то другую работу и потом когда придут данные в систему в системный вызов что да все данные пришли мы там запускаем продолжение нашего кода и еще один момент немножко об асинхронности и многопоточности это разные вещи а синхронность это о о логическом способе избежания блокировок а многопоточность о можно назвать логически физическим способе параллельного выполнения почему так потому что на самом деле в нашем процессоре там 2468 ядер а потока в системе может быть 100 и поток это некоторая уже логическая структура поэтому так все что дает нам асинхронное написание кода для клиент серверных систем это повышение производительности за счет чего за счет того что мы не блокируем ожидания то есть наши потоки не спят не тупят они продолжают выполнять какую-то другую полезную работу вот а для десктопа и любых его ориентированных приложений это повышение отзывчивости и более удобный стиль кодирования то есть нам не нужно нам мы не можем точнее не должны блокировать юный поток никогда в таких при типах приложений как winforms и мы не можем в этом потоке делать расчеты вот но нам надо как-то написать так чтобы в ней этот поток не блокировался ожидая внешние выводы внешние входы внешних данных ну и собственно переходим к сабжу нашей встречи асинхронные паттерны вообще зачем нужны паттерны почему нельзя писать на наборе классов как как угодно как выйдет потому что паттерны это единый стиль написания кода и некоторые конвенции чтобы другой разработчик мог понять почему мы пишем таким образом что мы пишем таким образом и это предоставление некого api с которым мы в какой-то способ можем работать самый первый паттерн ipm он так и назывался модели синхронного программирования был представлен dotnet фреймворке 1.0 и вот здесь небольшой кусочек кода я считаю что код это самая наглядная вещь которая может нам продемонстрировать его работу begin and вот есть begin method name то есть у нас есть класс класс должен реализовать асинхронный паттерн то есть есть какая-то операция у класса есть метод begin какой-то begin work и and work и begin and это convention и класс возвращает на begin async result такую конструкцию на которой мы можем либо повиснуть с помощью асинкует хендла и ждать пока операция не завершится затем вызвать and method на этом же объекте и получить результат либо же мы можем довериться колбеку который передается begin method и в этом колбеке тоже уже сделать and method name и вытянуть результат ну согласитесь не самая вообще удобная конструкция это вот пример еще один асинхронный вызов делегатов в кстати dotnet core уже такого нету получается мы делаем begin invoke туда пихаем колбек в колбеке делаем и получаем результат я об этой модели рассказываю чисто чтобы о ней знать потому что она уже не является рекомендуемой но если вы видите куда legacy старый код вы должны понимать вообще что происходит вот то есть неудобства этой модели во первых вот эта инфраструктура вся во вторых это колбек hell для того чтобы сделать множество вложенных асинхронных вызовов кто работал с jQuery наверное понимает это который кто абьюзил колбеки вот мы плохо можем контролировать куда точнее мы не можем контролировать классы которые реализуют этот подход чаще всего используют пул потоков для выполнения работы и здесь не так удобно обрабатывать исключения то есть мы должны там уже в колбеке писать то есть нет какой-то централизованной то есть бедный api нет куда централизованы там контроля прогресса контроля обработки исключений каких-то best practices в этом плане следующий паттерн это event based асинхронный паттерн его заинтредюсили уже в дутнете 2.0 как видите это очень похоже на winforms то что там происходит то есть есть некоторые операции вот кстати completed progress change the sync async cancel это элементы логического паттерна вообще можно этот паттерн назвать некой обверткой под капотом может быть все что угодно например реализуя этот паттерн в своем классе следуя этим конвенциям мы можем скрывать внутри например ipm или скрывать там контекст синхронизации или там использовать threadpool и просто наружу выставляют эти интерфейсы и можно сказать что наш класс реализует вот тут еще пример получается это я просто создал свой кастомный класс в нем реализовал в этой в этом паттерне методы там на колбек или как это можно назвать колбеком точнее subscriber он async work completed который выполняется после выполнения операции потом make work async который выполняет операцию то есть стартует и идет дальше там async cancel make work async cancel который отменяет операцию как-то так и естественно нам нужно создавать event argi для каждой такой операции что неудобно то есть те же проблемы здесь конечно более такой реактивный подход как на юае вы можете увидеть но тут уже есть в самом паттерне как бы согласованная отмена но это скорее вертка нежели фреймворк то есть это просто новый взгляд на старые вещи который довольно таки наверное удобен для юайных фреймворков типа winforms ну и как бы переходим к гвозди нашей программы tapu который является де-факто рекомендованной техникой вот он состоит из двух частей из логической то есть ну task можно сказать это и имплементация и некая абстракция и есть некоторый набор convention of то есть схема именования то что мы можем возвращать только горячие запущенные задачи наличие возможности принимать там класс который оповещает о прогрессе который позволяет отменить операцию на самом деле там есть дока в конце презентации дам ссылку 60 страниц как это работает просто не хочу сейчас его рассказывать и так вкратце вот и dotnet 4.5 появилась более современная вещь которая называется async await об этом мы тоже позже поговорим ее можно назвать частью тапа вот вот то о чем я говорил также есть здесь такой класс как task scheduler task scheduler класс отвечающий за более тонкое планирование задач за их продолжение и за то в каком контексте в ком потоке они будут выполняться вот значит выглядит это приблизительно так вот наш метод наш точнее класс реализуют методы метод name async какой-то потому что в этапе наши методы должны заканчиваться на async возвращать task и они могут принимать еще cancellation токен и нотификатор прогресса следует заметить что cancellation токен может быть но это типа стандартные когда он отсутствует и вместо прогресса по этому patern можем передавать null следовательно нам не нужно четыре перегрузки метода нам достаточно иметь там метод просто без ничего и метод с вот этими параметрами или же вообще иметь только метод с этими параметрами использовать везде там параметры по умолчанию как создавать задачу вот я вам рассказал про задачи но не рассказал как их создавать первый способ это фабрики запущенных задач то есть task.run и task.factory.start.new принимают себе делегаты это может action или fung и их можно авейтить авейт это и есть неблокирующие ожидания о нем мы тоже позже поговорим это реальная синхронность вот мы можем создавать task с помощью конструктора просто new task и но она не будет запущена мы должны стартовать также мы можем использовать фабрики завершенных задач from result from cancel from exception что будет возвращать уже законченную таску с определенным статусом и результатом и task completed task просто пустая таска которая завершена фабрики таскафикаторы это возможность миграции старой старого кого-то паттерна на новый то есть есть метод from async который прямо принимает в себя методы из парадигмы ipm и обворачивает старый паттерн в новый который ориентирован на таске и task completion source это класс который позволяет то сделать то же самое но подручным контролем тоже мы можем обворачивать старые модели с помощью него покажу как дальше то есть вот например таскафикации tcp client из но это это реальный код из дотнет фреймворка 4.8 вот здесь методы есть bagin connect and connect какие-то параметры адрес порт вот и его с помощью вот этой фабрики обвернули в from async все теперь мы пользуемся рекомендованным паттерном ну реализация старая осталась старая потому что а то ну системные классы ничего не знают о тасках у них все работает там на колбеках и так далее и старый паттерн apm он как бы нативный для этой вещи но так как мы хотим работать более удобно мы используем таски вот так можем event event pattern обвернуть с помощью task completion source то есть мы просто создаем его устанавливаем результат возвращаем таску вот там еще есть особенность что мы должны с параметрами run асинхрон если работать но это все уже нюансы так в общих чертах что такое task scheduler вообще есть тут найти два task scheduler по умолчанию можно кстати свой реализовать я тоже думал это включить презентацию но материала и так много поэтому наверно обойдемся то есть есть стандартный 3 полта скетулер и как ни странно он планирует таски в третку есть task scheduler контекста синхронизации что он делает он берет в контексте синхронизации и использует его для выполнения для постинга своих тасок вот а скетулер он всегда установлен неявно при запуске тасок и он имеет опции то есть task creation option то есть когда мы создаем вот здесь вот с помощью start new мы можем указать опции получается опции могут быть вот такие и это опции заметьте для threadpool task scheduler вот сейчас вам это докажу то есть вот код qe task метода который тоже из дотнет фреймворка из этого task scheduler и мы видим что вот проверяются опции на long running если long running включен тогда мы создаем под task новый thread либо же если мы prefer fairness то есть та которая там первая пришла первая должна быть обслужена тогда мы форсим то есть это код и вот эти опции вот ну их можно хорошо почитать о них это энциклопедическая информация не буду обо всех рассказывать детально вот следует только про наверно long running знать хорошо что для таски будут создать отдельная задача ну и continuation и когда мы к таске пишем continue with продолжение то мы можем указать множество флагов заметьте что эти флаги это битовые флаги и они могут комбинироваться и в интернете тоже существует множество статей на тему нелогичности их поведения при комбинации вот но в целом они довольно логичны в своих названиях то есть only on cancel continuation будет выполнен только тогда когда предыдущая таска в этой цепочке была отменена там или не отменена или упала или доработала до конца вот также есть комбинаторы задач такая возможность комбинируя какие-то задачи мы получаем новую задачу то есть wait all то есть мы должны дождаться все таски и тогда нам она завершится там wait any ждем хотя бы одну ну кто работал с промисами в джаваскрипте то таски это тоже самое фактически логически там и теперь главное как извлекать результаты задачи есть блокирующий способ не блокирующий блокирующим способе мы блокируем поток и когда таска будет завершена то есть поток держится он таска подходит к завершению и нам возвращается просто в синхронной манере результат но это не является сейчас рекомендуемой практикой в связи с wait wait это почти то же самое только без возврата результата случае кстати эксепшена в первых двух этих методах будет выброшен эксепшен который мы должны обработать можно еще с помощью get a wait or get result но это метод созданный для компилятора лучше его не трогать хотя он выбросить не агрегейтед эксепшен а выбросит оригинальный эксепшен и некоторые люди на стакуру флоу пишут что это нормально но я так не считаю потому что метод создавали не для нас он служебный вот неблокирующий способ это вызвать и вейт таски но есть один нюанс в случае если мы используем какой-то комбинатор то когда мы таской в этим даже если таска завершится после того как все ее саптаски завершаться с исключениями то выбравшим в кэш будет только первый первый эксепшен об этом мы тоже позже поговорим и сравнение асинхронных паттернов вот как то так мы видим что плюсы и пьема только в том что он нативный и в том что он возможно чуть чуть меньше памяти потребляет чем tab хотя в тапе когда ввели валютаск в принципе немножко ускорили работу для валютайпов и мы его в принципе можем использовать для каких-то очень низкоуровневых и высокопроизводительных вещей event base как видите в нем появились там отмена операции оповещения но tab он выигрывает в принципе по всем параметрам поэтому является рекомендуемым ну давайте теперь в деталях первое это что делать если мы не обработали исключение его надо обрабатывать потому что таска это такая коварная вещь что если в таске произошло исключение мы о нем скорее всего не узнаем если это не dotnet 4.0 в котором не обработанные исключения в таске валила пул потоков теперь же вот в dotnet core вот этот пример работы на dotnet core вот это событие она все рутаск exception будет срабатывать только в релиз моде что здесь происходит я трогаю несколько эксепшена внутри тасок дожидаюсь пока их соберет garbage коллектор и в момент сбора ими garbage в момент сбора их garbage коллектором только тогда он примет решение были ли они обработаны или нет то есть доступались вот еще более показательный пример доступались ли мы к свойству exception или нет это согласованная обработка исключений с помощью методов continue with с разными параметрами то есть в первом случае мы не используем параметров но мы проверяем сфейлилась предыдущая таска если она из фолд это мы можем обратиться к свойству exception во втором случае мы явно задаем continuation option что это продолжение будет исполнена только если таска свалилась вот к нему достаточно обратиться и это будет считаться как будто мы его за об сервере вот ситуация с эвэйтом немножечко другая когда мы его этим вообще идеология вейта это сделать асинхронный код синхронной манере вот у нас наружу вылетит исключение мы его в обычной привычной манере обработаем вот кстати агрегей этот exception и вейт что здесь для того чтобы получить вот давайте по очереди у нас есть комбинатор в 0 это значит что результат отработает тогда когда вот эти все таски в этой коллекции завершатся оба таски выбрасывают по исключению естественно мы когда вылетим эвэйт он это исключение вымет вылетит в кетч кстати про эвэйт я много сейчас говорю мы чуть позже более детально обсудим если у вас какие то вопросы есть то в месседж будет только 1 exception 1 будет только 1 exception для того чтобы получить все мы должны пройтись по исходной по исходной таски зафлетить их и вынятят эти inner exceptions когда мы получим все отмена операций то есть как я говорил tab нам позволяет скоординировать отмену операций есть такой класс cancellation token source кстати вот это 10 секунд и выставляю параметр если в течение 10 секунд он не отменится или там таска не завершится то сработает отмена у него есть параметр токен этот токен мы можем использовать с тасками у токена кстати есть callback который вызывается тогда когда срабатывает отмена cancellation token source нужен для того чтобы вызывать cancel следовательно в коде таски мы можем вызывать иногда вот эту конструкцию throw is cancelation requested что означает что будет вывален exception специальный который потом будет перехвачен и таска будет отмечена как отмененная вот я выполняю вот этот код вы можете видеть вначале печатается токен works а потом печатается canceled но есть нюанс если мы токен не передаем то этот exception он никак не перехватывается механизмом тасок то есть таска не знает что этот токен для нее родной и вываливает нам статус фолтед и в чем проблема здесь может быть проблема в том что наша логика continuation of будет построена на отлове отмененных тасок и там например на отмененную кута таск у нас это логика то есть на я и что-то показать там куда-то что-то записать здесь на будет фолдер поэтому не забывайте передавать токены в таску это важно оповещение прогрессе также tab существует возможность передавать класс типа не класс интерфейс а и прогресс это уже класс позже реализовали который помогает нам в котором есть callback в который приходит параметр сколько процентов там или чего-то там выполнилось то есть он generic можем строку intel и вообще кастомный type передавать в котором будет известно о прогрессе в данном случае здесь код который печатает ровно столько звездочек сколько пришло в него количество 10 20 100 и в самой таске мы можем проверять если прогресс не 0 потому что нал извиняюсь это значение по умолчанию когда мы не передаем туда прогресс и если же он там есть то мы можем оповещать как-то его то есть например в приложении это может быть какая-то таска в которой происходят какие-то вычисления в прогрессе там с помощью сигналар кто-то там на фронте оповещается в реал тайме таскилт мы можем овейтить метод таскилт его задача это просто холостое прервание то есть мы перепланируем остаток метода с помощью контекста синхронизации об этом тоже будет чуть позже и вызываем делаем продолжение то есть это полезно когда на ю а этом работает к это сложная операция с я им там в гриде миллион строк например рисуется мы там тысячу сделали и нам надо а поток то один и нам надо как-то сделать так чтобы ю а обновился вот если это все происходит не дай бог в потоке по каким-то причинам либо же очистка стека вызова когда там идет рекурсия на вейтах какая-то то вызывание этого метода может помочь сами с этим крайне редко сталкивался поэтому она мало что вам расскажу ну и немножко истории вообще как развивался этот task based синхронный паттерн в c-sharp 5 нам дали async await и дали прогресс в c-sharp 6 мы теперь можем наконец-то await в catch finally блоках использовать можем более упрощенный синтаксис запуска задач в c-sharp 7 добавили value task по сути то же самое что task только для value type of более облегченный вариант async main в консольном приложении и в c-sharp 8 который кстати не является поддерживаемым dotnet фреймворка который не core есть асинск стримы асинск стримы это возможность вычитывать ну представьте файл стрим мы можем считать файл целиком можем читать файл пачками вот вот это считывание пачками и будет вызывать прерывания то есть это нечто похожее на итератор то есть мы можем очень точно асинхронно дробить нашу программу для того чтобы она еще более рационально расходовала ресурсы ну и топ-3 частых заблуждений про task что task это равно трэду ну это не потому что task а это всего лишь класс абстракция для выполнения определенных задач но при task creation options как мы говорили long running будет создан трэд а task является а вейт является сахаром для continuous это тоже не так вейт и continuous это хоть хотя они делают приблизительно похожие вещи это абсолютно разные вещи они не знают друг о друге и они более того они конфликтуют об этом тоже будет слайд необработанной exception task уронит приложение ну как и раньше говорил что в дотнете 4 и 5 можем включить throw она все это task exception настройку enable it тогда да уронит либо используют на 4.0 там это поведение по умолчанию и наконец-то асинковейт все ждали асинковейт вообще идеология асинковейта и если вы думаете что где-то асинковейт нелогичен он логичен просто надо понимать те задачи которые он решает и для чего он создавался мы с помощью асинковейта пишем асинхронный код сложный асинхронный запутанный как синхронный то есть простой и понятный то есть c-sharp имеет такой вектор упрощения вектор более юзер-френдли и асинковейт тому подтверждение кстати в c-sharp он появился раньше чем в экмоскрипте что такое вообще ключевое слово асинк асинк создает из мета возможно вы где-то это уже слышали стоит машину то есть на самом деле тот метод который вы видите это не тот метод который вы в спае или в дотпике потом посмотрите асинк разрешает использовать и вейт в этом методе позволяет вообще асинк позволяет передавать результат если исключение вверх по стреку имеется ввиду таску таску которая незавершенная вот анатомия асинк метода то есть а вейт какой-то метод на самом деле это из из извлечения из него таска а потом а вейт этого таска то есть эта механика вся работает под капотом там на механизме вейтеров вот что же делает а вейт он производит не блокирующие ожидания результата или исключения синхронной операции что это значит что идет идет код встречается вейт и дальше поток если операция пошла дальше вернула нам таск который не завершен то выполнение кода в этом потоке прекращается то есть вы можете там в дебаггере увидеть что просто стоит зелененькая штука но по факту этот поток уже выполняет какой-то другой код вот но происходит асинхронное ожидание то есть отличается контекст синхронизации который класс синхронизации контекст именно он постит продолжение метода и выставляет после допустит продолжение метода и возвращает туда результат да кстати если операция будет завершена таск то есть если мы в этим пас который завершён то ничего такого происходить не будет код будет просто синхронно выполняться то есть вот например асинк метод немножко запутано но вот один единичка это как бы пролог то есть вызывается метод download string потом если он требует какого-то ожидания выполнения потока здесь при прекращается и потом продолжение метода уже присоединяется вот двоечка это наш оператора wait и троечка это продолжение метода присоединяются после того как пришел результат кстати wait это не только о тасках то есть просто у таски есть такой метод как get a waiter вот для работы wait нужен метод get a waiter get a waiter возвращает такой объект к таске вейтер ну в данном случае для таска мы можем написать свой вейтер будет будет тоже работать и вот этот вот и вейтер он там реализует i-notify completion и еще там пару свойств тогда вы будет работать теперь немножко в заблуждениях wait асин точнее не является частью сигнатуры метода это просто флаг можно сказать компиляции который весь этот механизм включает и вместе с вейт он не имеет реализации в el и clr для clr это просто код это смесь работы там контекста синхронизации вейтера все вот эта механика не хочется просто в нее спускаться запутываться но clr ничего не знает об асинковейте да и wait не запускает операцию асинхронно не является сахаром упрощением не обязательно запускает новый поток все зависит от контекста синхронизации вообще не обязательно работает асинхронно и не привязан классу task то есть просто у таска есть а вейтер немножко контексте синхронизации много раз его упоминал это по сути стратегия выполнения делегатов в конкретных потоках в каких потоках опять таки зависит от внутренней реализации синхронизации контекста для 3d класса thread он может либо установлен быть в ноль в null точнее и тогда будет использоваться дефолтовый контекст синхронизации который называется контекст синхронизации пола потоков то есть продолжение wait будет выбрасываться в пул потоков выглядит он так есть метод post метод send но чаще всего мы обращаем внимание на пост который всего лишь принимает callback и стоит в дотнете это выглядит вот так вот дотнет коре и в дотнет фреймворке как они реализованы эти методы пост как видите в дефолтовом контексте у нас задействован thread pool и туда кьюится продолжение кстати про контекст синхронизации winforms а у него он однопоточный это значит что используется один ей поток для которого куда и вбрасывается продолжение методов вообще winforms так построен ну любые фреймворки что они у них есть event loop и в этот event loop отрабатывает просто выполняет какие-то куски коды работы с юаем в данном случае выполняется в контексте контрола begin invoke ну и немножко о сравнении контекстов в winforms wpf они однопоточные в классическом а спинет это многопоточный но с продолжением в том же потоке если вы делаете wait то код обязан будет вернуться в тот же поток и многопоточные контексты с продолжением пула потоков то есть я говорю контексты хотя контекстов там типа нет они null но используется дефолтовый это основной core приложение консольное приложение тоже там используется дефолтовый контекст синхронизации что такое configure wait может кто-то встречал в коде да ну вот кто-то осознанно использовал выводила в общем конфигура wait он все что он делает он возвращает как бы вы это был объект который мы а в этим и отключает захват контекста синхронизации который выставлен в потоке вот и все отключает этот контекст то есть мы как бы взросл в нал для этого вайт вызова все что мы делаем это используем дефолтовый контекст то есть с помощью configure wait в скобочках keep continue on capture context false или просто false продолжение будет выполнена в пуле потоков да есть кстати нюанс когда вы переходите со смыть нас нет core то вот configure wait больше смысла не имеет потому что вас нет коры так все выполняется в дефолтовом контексте синхронизации пола потоков вот и есть нюанс что в и вас на эти вас нет коре мы можем получать длоки при неправильном использовании синхронности вот но природа этих длоков будет чуть-чуть разные тоже позже будут примеры вот теперь мы рассмотрим схематично как работает асинка wait зная о контексте синхронизации то есть если мы запускаем какой-то метод асинхронно там wait get message в нем кита вложенные в эти вложенные в это да если они все завершенные и в конце например мы там task from result делаем или какую-то статическую константу или что-то не требует внешних обращений то все это сработает синхронно но если возвращается незаконченная таска то поток отпускается начнется неблокирующие ожидания и после когда результат приходит из этой таски то делается пост как раз использует контекст контекст убирает поток ну то о чем мы раньше говорили просто в таком виде в такой схеме теперь связь task scheduler и контекста синхронизации task scheduler это вообще класс который предназначен для работы с тасками на высоком уровне как и говорил их есть два и он помогает планировать управлять и мы можем использовать from synchronization контекст task scheduler это означает что мы будем использовать стратегию контекста синхронизации для выполнения task простой пример у нас есть winforms приложение мы пишем там await что-то там await что-то там на получаем неблокирующие ожидания наш я отзывчив мы там какие-то строки скачиваем с помощью что типик клиента мы делаем то же самое в таске запускаем ее в юай и это таска она отрабатывает где-то там в бэкграунде в поле потоков и когда мы обращаемся к юай контролам то мы получаем исключение потому что кросс поточной операции для переменных ее потока запрещены в winforms что мы можем сделать мы можем передать например запустить таску с помощью start new передать туда from synchronization контекст task scheduler и этот код будет выполнен в контексте синхронизации однопоточным юаном например так ну если косик контекст синхронизации мы уже о нем говорили то есть это более низкоуровневая абстракция которая позволяет запускать просто делегаты и она используется по умолчанию в await да ну вот об этом мы и говорили теперь переход от старого task API из .NET 4.0 к новому await из .NET 4.5 вот так вот было у нас была какая-то операция было продолжение это очень похоже на вот этот код с await вообще await сейчас является рекомендуемой практикой я объясню почему вот слева блокирующая операция справа не блокирующая то есть можем повиснуть на таски сделать await либо мы можем сделать await таски в первом случае поток будет заблокирован в втором не будет это все валидно для этих двух столбцов вот вместо thread slip использовать task delay который будет выбрасывать продолжение через там миллисекунд вот так же конструировать таски вручную нет смысла можно использовать ну можно сконструировать таску сделать t.start и потом сделать await t либо же сразу использовать task factory что удобнее либо же task run это более простая версия task factory без лишних параметров которые устанавливаются по умолчанию теперь немножко о проблемах первая проблема это async void кто-то сталкивался с таким как как успехи как побороли ну да правильно да проблема async void в чем что у нас нету таски которые возвращаются из метода поэтому мы не можем сделать await потому что get await реализован в классе таск в виде таска вейтера поэтому в этом случае кстати что будет с этим исключением кто-то знает тоже ну да ну она убьет приложение просто это будет исключение в пуле потоков и application domain упадет но неприятная ситуация согласитесь да они появятся да потому что нет а вейтера и выполняется на другом контексте то же самое с анонимным методом асинхронным которым является action та же самая механика будет и вот такой вот пример смотрите что здесь происходит это winforce приложение есть одна кнопка есть одна лейба в батон клик я навожу на click me кликаю устанавливается первая лейба before все нормально да потом мы заходим в метод вроде все нормально начинается не блокирующие ожидания task delay но это же ожидание когда-то прекратится то есть сейчас таска которая выбросилась наверх она не завершенная но на ней уже вызывается вейт то есть это блокирующие ожидания напомню контекст синхронизации однопоточный и теперь вопрос а куда будет присоединен continuation для завершения этой же задачи ну никуда потом произойдет дедлог вот и кто-то скажет мне что делать с этой ситуацией по полминуты на размышления ну удалим тогда так и правда поставить перед ним а вает так задача знатокам интересная задача как вот этот код вообще исполнится то есть здесь я прокомментирую есть task run пустой делегат потом continue with async кстати выполнение кода потом await потом еще один и потом еще continuation да в лучшем случае но в худшем один end не доработает если там убрать этот delay в общем да тут прикол в чем что после первого это вернется незаконченная таска наверх и потом запустится сразу же continuation следующий а потом первый как что ну continue with да это же похоже очень опять но здесь получается после вы это запустится следующая continue with вот этот потом вернется через секунду вот этот вид и продолжится параллельно выполнение перо continue with то есть вот эти два continue with продолжение будет работать параллельно что как бы трешево нелогично но дело в том что стоит машина ничего не знает о continue with continue with ничего не знают об await поэтому эти методики эти методы не надо использовать одновременно вот тем более с асинквоидом потому что здесь асинквоид ну давайте еще больше дедлоков проблема высоких нагрузок давайте вот представим такую гипотетическую систему написано на дотнет коров который threadpool состоит из трех потоков и это приложение обслуживает только один endpoint извиняюсь который вызывает метод самоперейшена синг то есть один под контроллера синхронного которого есть вложены методы сам first async сам second async вот три потока индикатор блокировки потока то есть и если мы будем вызывать это с помощью блокирующей операции result которая блокирует поток и только по завершению task возвращает нам результат то есть мы заблокировали первый поток внутри пошел await сам first async отработало продолжение его присоединилась в третий поток зашел еще один запрос этот еще не завершился потому что там два метода внутри отрабатывает второй тоже тоже запустился сам operation async потом то же самое произошло с третьим и вот незадача мы не можем запустить наши continuation как бы все потоки ожидают задачи задачи хотят быть завершенными и завейтится но не могут потому что все потоки заняты вот такой кейс может быть в разных вариациях потому что это самый такой сферический кейс описал но в реальном мире это все гораздо сложнее там может быть 20-30 там в это все очень сложно но теоретически тоже такой исход возможен при большой нагрузке теперь примеры которые я стивена клире в блоге подсмотрел то есть что здесь происходит есть метод get где-то на контроллере он вызывает операцию gate json async в блокирующей манере через result и to string возвращает это isp.net приложение старое то есть не core напомню что в старом там все работает там однопоточный контекст синхронизации asp.net синхронизации контекст который ну как однопоточный он возвращает приложение в тот же поток в общем приложение там многопоточное и получается что происходит то есть заходим в этот метод gate json async сделаем await вот этого gate string async task не завершен возвращается к резальту блокировка потока попытка присоединить продолжение в тот же поток сделать этого не можем deadlock вот поэтому ко мне вот подходил человек в перерыве как раз тоже рассказывал свою ситуацию но он уже ушел но ситуация у него была именно такая как на примере поэтому если делаете контроллеры делайте их асинхронными и асинхронность она имеет свойство расползаться по коду расползайте ее по коду первый вариант как избежать это кстати он так и сделал он сделал конфигура wait false но в данном случае мы представили что это библиотечный какой-то код gate json async то есть для библиотечного кода это ок то есть есть такая даже рекомендация в библиотечном коде использовать не использовать родительский контекст синхронизации специально чтобы не навредить вот такими возможными штуками а просто исполнять все в пуле потоков потому что нам все равно где-то будет исполнено мы как бы с UI там не работаем вот второй способ это вызвать await перед gate json async и мы избежим этой проблемы теперь немножко о тяжелых операциях то есть и thread pool вот представьте у нас есть очень долгий запрос и выполняется он в thread pool но дело в том что thread pool он не очень любит расползаться он любит переиспользовать текущие потоки вот и теоретически он может запланировать продолжение какого-то метода в том же потоке где отрабатывает тяжелая длинная операция и мы не дождемся просто этого продолжения до этого сделали вот этот loan running task options который создаст отдельный поток для нее и этих проблем не будет ну и в заключение лучшие практики первое не используйте async void я уже там несколько раз показал почему что async void это по-моему для обратной совместимости только добавили но из этого но если у вас там веб-приложение вам это не надо да потом если вы начали делать приложение асинхронным то делайте его асинхронным целиком либо не делайте ну как бы вы профита не получите имеется ввиду именно async await то есть не блокируйте не используйте блокирующие конструкции result wait вместе с используйте await для тасков если пишите асинхронный код вместо continue with тоже используйте await ну это как бы эквивалентная замена можно сказать в какой-то в какой-то мере используйте в библиотеках отключение захвата контекста синхронизации то есть configure await false и возвращайте только запущенные задачи потому что вы когда пишите класс в pattern tab то пользователи вашего класса они как бы подразумевают что задача там уже запущена вот они не должны ее вручную запускать а если мы await не запущенную задачу то мы не довоятимся никогда она как бы ну заблокируется она не запущенная используйте конвенции именования методов правильных и вот как я показал в предыдущем примере флаги если это необходимо теперь немножко про кастомизации когда нам нужен свой контекст синхронизации ну нужен он очень редко это больше так для фана можно посмотреть как его создать и так далее но если мы пишем свой фреймверк например то есть вот в нашем фреймверке все обязаны в двух потоках отрабатывать по какой-то там логике например либо же если криво написанная какая-то библиотека или осознанно так написанная которая использует контекст синхронизации например для явного старта task и from synchronization context то есть это кстати кейс который я нашел в интернете один человек писал о нем то есть vegan hunter он использовал API sremaps и внутри нашел вот такой код где планировалось continuation задачи и task scheduler туда передавался from current synchronization context это что означает что нам необходим он а он писал консольную а там нет контекста синхронизации явного а он в либе использовался вот эта конструкция и следовательно у него либо валилось но он написал свой контекст синхронизации который просто дублировал там стандартный просто создал контекст есть еще нюанс что вот ну сейчас сейчас посмотрим вот я покажу как написать свой контекст локинг синхронизации контекст и установить его этот контекст делает все то же самое что и стандартный на пуле потоков только логирует операция и я замечу что я реализовал здесь ну показал только метод post потому что метод send и все остальные они могут ну они очень простые там нечего смотреть значит метод post принимает action первое мы логируем там thread ну это для себя информацию дальше мы создаем sender or post callback который принимает у нас wait callback который принимает у нас threadpool что мы в нем делаем в нем мы планируем invoke action invoke сейчас да вот вот этот action и перед ним устанавливаем еще установку контекста синхронизации для чего это сделано потому что await работает с уже установленным контекстом когда мы переходим в следующий поток из пула там еще контекста не установлено и вот этот set synchronization контекст будет устанавливать контекст за следующего потока который в свою очередь когда вызовет wait тоже устанавливает контекст за следующего потока вот ну и вот эти две строки это в принципе копия реализации из дефолтового контекста синхронизация и установка самая первая будет выглядеть вот так то есть мы создаем контекст и делаем lset да как вам такой код нормально да придумали в твиттере почему это работает вопрос ну это работает потому что это реализовали как это реализовали первый async это оператор второй async это тип третий await это название метода четвертый await это тип пятый это название аргумента потом лямбда await оператор и async аргумент который мы пробросили в метод вот вот как мы это сделали мы объявили два класса класс async класс await оба класса возвращают эвейтеры ну понятно это моковая реализация возвращают эвейтеры и эвейтер который мы заимплементили почему бы и нет да кстати а теперь по серьезному как написать свой vtable объект да не сложно как бы берем ну только это не нужно на самом деле не делаете это в реальных проектах то он вас наругает вот есть класс my wait table у него есть метод getAwaiter getAwaiter возвращает mywaiter вот здесь все в mywaiter ну мы реализуем этот интерфейс но еще у нас должно быть две пропертии isCompleted и getResult изCompleted показывает будет ли этот вызов испытывать он completed то есть асинхронное предложение либо getResult это по сути тот результат который мы получим вот я использую threadpool для постинга этого continuation вот заворачивается экшен в делегат и постится в threadpool и используется вот так вот на самом деле механика которая реализована в тасках она в десятки сотни раз сложней если вы возьмете например dotpeak или lspy там есть специальный параметр который включает то как на самом деле выглядит syncavate код то есть можно смотреть просто как он выглядит уже в свернутом виде но на самом деле там очень большая инфраструктура и когда вы этот флаг включите вы увидите и стоит машину как эти методбилдеры создаются и прочее если вам интересно поклацайте ну и обзор полезных материалов вот эти две книги я считаю полезными вот синхронное программирование в csharp 5.0 в ней нет вот этих апдейтов которые вышли в csharp там 6.0 и выше но базово там очень даже хорошо расписано все и про синхронность программинг от апресс тоже неплохая книга вот материалы кстати кто хочет я могу посоветовать хорошие вот статьи документацию все эти ссылки скачиваете qr-код смотрите там ссылка на доку вот кстати будут еще для этой презентации попозже примеры с кодом я еще не подготовил не успел но примеры с кодом который я показывал в презентации да и кстати у меня есть своя группа тире чат в телеграме это для тех кто только начинает изучать дотнет или ищет первую работу можете вступать там задавать вопросы общаться там какая интернатура лучше куда лучше пойти как учить эту или иную технологию вот может кому-то тоже будет полезно всем большое спасибо спасибо